Всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь, с вами Нины, Вова. Ну что, финальный обед? Ну, как финальный? Крайний? Крайний или финальный? Крайний, давай. Ну что, определись? Давай. Нет, так, нельзя. Пока-пока-пока. Мы уезжаем. Пока-пока. Пока-пока. Так, у нас сегодня пельмешки. Ну, конечно. And the... Чего ты за них вот это? Все, вот, положим, ложку положим, все положим. Блин. Как ты любишь. Чего? Уже на меня все-то смотрят. Влинничает сам утром. Это бесё. Даже масла не положила. Не хочу ничего. Чисто, немножко коренький перемешок. Короче, смотри, все, что не съедим, придется выкинуть. О! Ну что, кушай. Нехорющее. Был, что ничего нету. И то есть, так прям, классно. У нас будет хороший. Начной. Выспались сегодня. По самолете не спусти. Я не думаю, выспались. А то мы обычно, когда улетаем, поезд у нас, что, 5-7 утра. Положишься, поздно. А тут начнем. Ну, блин, едем в самые пробки. Я уже вчера зарегистрировалась, все хорошо. С меня там, Тинько хотел содрать, гон, 800 рублей. Просто зарегистрацию налезь. Там так написано было, что-то выбор мне там, нет, понятно. Я говорю, так можно выбрать мясо? Ну, вот нет. Только вот это вот предпочтение вашего, а вот прям конкретно. Нет. Да, да, в чем же тогда, за что я плачу? Вот, ну, вот и вот то, что мы за вас документы запомнили. Я говорю, спасибо. Зашла на сайт Катара, включила там переводчик. И сама спокойно все делала. У меня письмо пришло, уведомления. Даже вчера, кстати, ночью сидела уже. Делала письмо приходить. У вас осталось меньше суток. Зарегистрируемся на рейс. В итоге? Ну, как мы в самом деле там, так и будет. Вообще, знаете, я смотрела путевки. Очень дорого. 170-180. Это с полетом через Красноярск, Новосибирск. По-моему, Пегас организовывает на 16 ночей. Первый и последний день в Альбасу вылетает, что полет. Самый дешевый отель на Пхукете, без завтраков. Самый дешевый, понимаете? Вот. И причем перелет, не как у нас, вот лакшери, да? То есть, не сильно прям, как люди. Там перелет, по-моему, Азура, мир что-то такое. То есть, там, во-первых, не кормит, не поет. Маленькие сиденья, там и прочее. Багаж платный. Сколько они летят-то? Там, что-то, пересад, по-моему, 3-4 часа в Новосибирске. Тоже, кстати, вылет из Москвы. Парк там наш. Вот. Ну, там, получается, там... Ты же был улетел больше 4-х часов, и обязан. Чтобы один раз, но покормить. Не, там, по-моему, у тебя какие-то сады еще. А тут у тебя даже алкоголь можешь все эти выбирать. Я вообще рассмотрела, так, барную карту. Для бизнес-класса. Нет. Это бизнес, это эконом. Это все для бизнес-класса, там вообще, блин, шатом-марготом. Такого-то года. Хрен какой. Да, реально. Там прям барная карта для эконом-класса. Там и пиво всякое разное. И я там выбрал Бейлис, девочки. Бейлис. Я не буду Бейлис. Стри Бейлис, хорошо влияет на сердце. Меплокер. А ты что будешь? Коктейли там даже есть. А смотрю, что там, маргарита, отвертка, там, туда-сюда. Я погляжу, что там. Кровавая Мэри. Во всяком-кактеле, помню. Ну, что... То, что мне абсолютно раздавали. Я вообще как пикнули. Но сегодня... Там дают... Вот, 100 грамм. Не, ну вообще-то, там, all-inclusive. То есть, ты можешь этих по 100 грамм хоть 25 здесь. В чем плюс, кстати говоря? М-м-м. Сейчас мне церковь в том, что там открывают тебе. Ну-да. А что с обычной? А что ты готовишь, ты утащишь? А тебе прям не тащат? Хотя некоторые им откроют, они за блин крывают. И опять... И утащат. А мы, по-моему, в прошлый раз так и сделали. Что-то мы, по-моему, две бутылочки что-то делали. Ну, две бутылочки взяли, это... Маленькие такие. И вина красного. Или пиво тоже. Нет, вина. Не тампурь. Пиво, если открываешь банку, уже там закроешь. Нет, между-то она держит в целом. У нее родители тоже хотели... Она сделала путевку, купила. Паттай. В общем, они очень любят Аэрофлот. Так, Аэрофлот поднял цены просто звездеско. Сколько она? Двести с лишним. Двести с лишним, представляете? На двоих? Это еще без багажа. А на пике вот на наши даты. Я смотрел, там, все, 280 тысяч было чисто лет. Ну, это туда обратно, получается, на двоих человек. Это пиздец вообще цены. Это просто... В чем, знаете, такой сервис? Конечно, там сервис лучше, там, на всяких Азурах, там, туда все. Аэрофлот линька. Но... То же самое. Просто если сравнивать, например, Катары, Эмирейтс, Сингапурские. Вот. Даже Аэрофлот покажется такой, знаете, бомжеводской. Фишка в том, что когда летишь Амирейтсами или Катарами... Ну... И как ты начнешь после принятия алкоголя... Ну, где у животца там? Я не начну. Я засыпаю обычно. Хотя, блин... А тут что? Здесь так же. Да, ну, на любовь. Здесь не так же. Там, блин, тебя выкинул просто, и все. И дальше ты и не полетишь. И пофигу, что ты купил, там, билеты или чего-ли. Вообще пофигу. Больше ты уже и не никогда не полетишь. Не, просто я не понимаю, за что такие деньги Аэрофлот берет. А, только за то, что они идти по прямой в перелёт. У нас пересадка 2 часа. Мы пока выйдем из самолёта, пока пройдём там кордоны, пройдём в другой зал, 2 часа прилетишь. Транзит на замок. Вообще. Ты 2 часа не заменишь. Ноги раз замените лишний раз. 7 часов, по-моему, до дохи. Кстати, доха интересно. Посмотреть. Там вообще не надо. Там какая-то, знаете, скульптура такая, медведя большая. Надо будет пофоткаться. Ну что, кто там, говорю, нищеброды себе даже неделю отпуска не могут на юге позвонить. Да-да-да. Знаете, на нашем юге я не могу себе позвольте отпуску. Особенно летая аэрофлотом. Это очень дорого. Я не настолько богата. Я предпочитаю летать другими авиакомпаниями. Потому что у нас вообще, конечно, цену очень сильно поднимут. На пчёл. По большинству и прилетают для меня. Не аэрофлотом. Слушайте, я там видела ещё, знаете, классные перелёты китайскими авиалиями. Там Чайна, там туда-сюда, там Хайнань, Ирлайнс и так далее. Они прикольные, но у них большая очень присадка. То есть там что-то 10, 12, 20 часов. То есть пересадка очень длинная. 15 часов. Но они, блин, очень дешёвые. То есть вот я когда смотрела, если наши билеты там стоили... Вот тут они стоили процентов на 40 дешевле. 40 процентов. Представляете, я потом скажу, сколько у нас будет стоить. 15 часов, блин. В Китае-то, так как чай. Не, ну... Если кого-то, например, не напрягает... Ну так себе. Не, ну где не ебашка она ведь. А просто очковать хочешь. А поверьте, это будет удобнее. При этом выйти в город вообще нельзя. Выйти, да. Вообще лучше. Плюс там, как сказал я, улыб. У вас будут все какие-то анализы, возьмут. И надо, и не надо. Да, отовсюду. Ну что, заботится. О здоровье пассажируют. Все анализы берут. Да-да-да. Ах, вот. Здесь я не могу. Знаете, я... Здесь в бытовухе как-то вот скатываешь каким-то вот постоянным самокопанием, какой-то нервозностью. Какой-то вот... Мне здесь как-то не могу. Мне тянет в отпуск, понимаете. И был наш канал, начинал с Таиланда. И много зрителей, которые действительно очень любят просто хотя бы на него посмотреть. На многих вещах, даже по условиям не очень хорошего куша, в Таиланде выгоднее. Был бы плохой. Был бы плохой. Был бы плохой. Что был бы плохой? Макашницу. Который... Ой! Дали единственной в мире покажется... Это Бакок надо ехать. Звезду не шляпать. Не знаю, ехать в банку. Офигеть. Ну что-то есть я хочу. Сейчас что-то есть так. Береши. Ну да мне, кстати, не понравилось вкусное. Лапшичка, том-ям, куча креветок. Здесь у них интернет. Поподрели. Не, ну я все списалась, там все хорошо. Что это здесь вообще? Я не то. А я ими в поезде. Я? В поезде. В поезде. В интернет. Помнишь? Показывал эту ошибку. Смотри. Нам в Питер ехали. Летим ласточкой. Нет. В Москву. Дома думала. Этим. Турция. Египет. Ой. Блин. Вот как мне сказала моя парикмахер. Делать надо то, что хочешь. Я хочу купила. А вам тоже, почитаю. Поэтому, знаете, размениваются на Турцию. Я не хочу. Примуруются такие же деньги, по сути. Турция, ну... Нет, Турция хорошая страна. Но... Мне в ней скучно. В целом днями есть, а то вон клюзик нам. От отеля не отойдешь. А потому что они на Отшибину ходят. Да, отели на Отшибину. Специально делал, чтобы в Турцию не ходил. Максимум до соседнего отеля. Угу. Наск надо. А тут красота. Бассейн у нас, море рядом. Там, как раз, уже целые улицы образовались. Мы интересовались по поводу погоды. Говорят, там вся погода нормальная уже. Была очень жаркая. Дожди, конечно, есть. Но, дожди нет. Цыгань сезон. Там то, что... И сейчас, кстати, дешевле, чем ехать в сезон. Пока что. Угу. Где-то с ноября... Не даже. С конца втюбря. Нет, с начала ноября. Цена прям кратно увеличивается. Даже те же самые бледные смотрят. Конечно, там сейчас все строго. Спрашивают билетики обратные. Нет, есть. Ну, там, сначала где-то паспорт. То есть, первый раз ты или не первый раз? У меня паспорт новый. У тебя, да. У тебя до какого паспорта? У меня до шестого. До шестого, до четвертого? Двадцать четвертого. Здесь какой? Десятого. А десятого? Ну, отлично. Еще что, мы можем там на полгод задержаться? Как минимум. Работа у нас, так сказать, дистанционная. Поэтому, а мне важно, где находиться. На полгода там не задержались. Да, пенсионная пока рано. Студенческая виза. Что я не видел, 30 тысяч на год. Почему будут техники проявления? Сколько ты, 7 лет? Ну вот, английский подтянем. Да. Как его подтянешь, если ты не понимаешь учителя? Так. Потому что он общается тоже на английском. Ммм. Мне вот это интересно. Не, ну я понимаю английский в некоторых моментах. То есть не так, что прям пык-пык. Идет что-то, я понимаю. Вот, здесь сейчас тайвань даже не надо. Английский знаете. Я не знаю, как там люди учат его, если они не знают его. Так, так, так. Блин, учитель с ним общается также на английском. Ммм. Там есть, кстати, много твоей есть русскоязычное. Учерее. Блин, к ним особое внимание. Не, я реально говорю, я учла очень многие моменты, которые были в прошлом году. Я надеюсь, что сейчас поездка будет более обдуманная. Ну и плюс по делам мы туда едем. Которых вы узнаете потом. Нужно, как говорится, привыкать к мясу. Там сейчас еще новый вид визы есть. Для лансеров. На пять лет дают. У тебя скоро это, пенсионная. А я это, буду прицепом. Я не помню, какие там условия, но там нужно подтвердить, что ты действительно где-то работаешь, зарабатываешь. И что у тебя на банковском штуку столько-то? Банковском, хиту тайском. Жакры. Не, блин, обязательно. Курсы должно быть. Если у тебя столько денег есть, штука. Давай доедай. Все, легко. Я не могу, у меня уже не лисничок. А за сухой все просто. Чего не видишь? Вон, выше кинули и ушли их. Это сейчас новый развод у мошенников из Украины такой. То есть они не, блин, деньги у тебя обхоруют, а они у тебя... Давай, я не буду про это говорить. Хорошо? У нас канал не про это. Ну, соберешь, Телла. Вот, скушаю вот эту штучку. Скушаю. Тебе засток на торгую. Ты же, главное, не беру. Ты же не спадешь, не смотришь. Будет им трудно. Волос! Помолчи. Я тебя прошу. Ураган. Ну, вот, видишь, ураган. У людей. Как жарит. Ты смотришь, что у тебя там ураган не было. Короче, как-то так. Ладно, будем сейчас убираться со стола. Надо пойти быстренько помыться, провести себя в порядок, дособирать остатки вещей. Ну, в принципе, там уже все соберно. Там вот так чисто. Провизию дорогу. Вот. Что делать, я не знаю. Муж собой здесь. Колбасок мне не жалко. Мужчинка. Тебе фюрофт. Вот эту ешь. Течо, блин, лошадь шутить все съесть. Ой, все, объелся. Какой-то ведь. Ладно, моя хорошая. Все, скоро увидимся. Для вас. И для вас. Это 3-4 часа. Разница. Все. Визит со субтитров. Пока-пока. Завайте про лайки. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.